11 лет назад также вместе с учителем они заходили на этот школьный двор первоклашками. Школьная жизнь пролетела как одно мгновение. Сегодня это взрослые, красивые и без сомнения успешные молодые люди. Прячут волнение. Грустный все-таки праздник. Последний звонок. Глава НАПО Сергей Сергеев поздравляет учителей, выпускников и их родителей. Ребятам желает достойно пройти единый государственный экзамен. Труднейшее испытание, но все не просто так. Поверьте, это нужно. Это нужно прежде всего вам, для того, чтобы вы понимали, что вы входите в совершенно новый этап жизни, в котором вам предстоит принимать ответственные и сложные решения. Я хочу пожелать, чтобы у вас все получалось, чтобы вы хорошо сдали экзамен и чтобы в жизни вы стали настоящими людьми, которые нужны нашей стране, нашему краю, нашему городу. Воспитать достойных граждан – нелегкая задача. Педагоги вкладывают в детей все свои душевные силы. Отрадно, когда награды находят своих героев. Например, учителя физкультуры и спорта Николая Киселева. Николаю Николаевичу присвоено постановлением главы администрации губернатора Краснодарского края 19 января текущего года губернатора 12 почетное звание заслуженным учительом. Много теплых слов звучит на празднике и подарки для тех, кто продолжит учебу. А выпускники со слезами на глазах признаются – так трудно говорить – до свидания, школа. И потому никто не спешит уходить со школьного двора. Побыть всем вместе, как одна семья. Глава НАП оставляет шумную компанию школьников и вместе с директором Сергеем Носенко осматривает спортзал. Своему заместителю Людмиле Мурашовой он ставит задачу – в таких условиях должны заниматься наши юные спортсмены. Загружайте, он не будет против. Мы будем помогать, мы починим крышу, мы сделаем это, сделаем то. Но не должны по частным школам наши дети заниматься, понимаете, в сараях, в подвалах. У нас есть все условия. У нас очень много молодежи вечером, но когда нет, вот они с 8 вечера, а не зимой, и до 11. Здесь и субботу, и воскресенье, и в праздники. Сомнений нет, пустовать этот спортивный зал и школа никогда не будут. На смену выпускникам придут подрастающие сейчас малыши, да и выпускники обещают вернуться в родную Анапу.